В Соединенных Штатах две главные партии, республиканцы и демократы, приступают к отбору тех, кто будет представлять их в борьбе за президентское кресло. Сами выборы, напомню, в ноябре стартует гонка в штате Айова, небольшом по американским меркам, но привлекающим в такие дни внимание всей страны. Репортаж Жанны Агалаковой. В этом доме телефон звонит десятки раз на дню. Будущим кандидатам сейчас важен каждый голос. Джон и Джоан Мец, республиканцы, и вечером идут на кокус. Так называют собрание, на котором публично обсуждают и голосуют за того, кто достоин представить партию на выборах в ноябре. При нынешней власти у нашей страны точно проблемы. Такого раздора я не припомню. Многие говорят, что ждали большего от Обамы. Но лучше точно никому не стало. Даже черные не выиграли. Кокусы проводят одновременно и республиканцы, и демократы. То, что они всегда стартуют с Айовы, не политический замысел. Так сложилось. Этот консервативный, аграрный и в основном белый штат в масштабе страны всего лишь 1% избирателей. Но получить здесь хорошую поддержку – это как встать утром с правильной ноги. В университете штата Айова вечеринка года. К нам едет Берни Сандерс. Я специально попросила друга сделать мне такую футболку, потому что я его обожаю. 74-летний политик обещает сделать высшее образование бесплатным, здравоохранение доступным, а воротил с Уолл-стрит послушными. Он называет это революцией, а себя – социал-демократом. Губерни Сандерс – это самая молодая аудитория. Это самый пожилой кандидат. И если ему удастся пройти все этапы предвыборной кампании и в итоге победить, он будет самым старым президентом в истории Соединенных Штатов. Шансы Сандерса в Айове примерно равны шансам Хиллари Клинтон. 8 лет назад она с треском проиграла здесь Бараку Обаме. Ее сочли надменной и далекой от народа. Второй раз Клинтон ошибиться не может. Вот мобилизована даже дочь Челси, которая ждет ребенка. Я впервые участвую в выборах после рождения ребенка в статусе мамы. Моей дочери Шарлотте 16 месяцев. И на подходе ее братик или сестричка. Беременность стала трендом сезона. Дочь Дональда Трампа Иванка вот-вот должна родить. Но тоже ездит по митингам, агитирует за папу. Позвольте представить мою дочь Иванку. Она на восьмом месяце беременности. Врачи не советовали ей ехать, но я сказал, подождите. Будет отлично с политической точки зрения, если она родит в Айове. Вот это будет просто класс. Вы же все за меня проголосуете сразу. Дональд Трамп – человек-самолет. Байкотирует теледебаты, не нуждается в спонсорах. Сам раздает сотни тысяч долларов на поддержку ветеранов. Он обещает покончить с нелегалами раз и навсегда. Снизить налоги и дать больше возможностей бизнесу. И никогда не ставит под сомнение право на свободное ношение оружия. Вообще-то мы члены демократической партии. Да-да, не удивляйтесь. Но голосовать будем за Трампа. Может, и партию поменяем. За Трампа готовы отдать свои голоса 28% республиканцев Айовы. У ближайшего конкурента – Теда Круза – 23%. У еще недавнего фаворита Джеба Буша всего пять, и он в аутсайдерах. Полтора десятка кандидатов от обеих партий уже потратили в Айове 200 миллионов долларов. Раз в четыре года на местной сцене с большим успехом идет мюзикл «Кокус» о том, как заезжие политики обольщают местный электорат. Каждый раз персонажи делают похожими на реальных кандидатов. Но сценарий остается неизменным. Приехали, пошумели и уехали. До следующих выборов. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Анна Шаргатова. Первый канал. США.